Друзья, сегодня мы поговорим на весьма непритягательную тему. В связи со сложными отношениями с Украиной, у нас вообще стараются данную тему обходить стороной, а в Киеве же, напротив, все чаще поднимают. Но один из принципов канала «Чтобы помнили» – это объективность, а не в том, чтобы скрывать темные пятна и выставлять на показ только явные успехи и обходить стороной неудобные и непрозрачные темы, как сегодняшняя. Мы не будем повторять старый миф о том, что Киев взрывали немцы и все разрушения – это именно результат немецких бомбежек августа-сентября 1941 года. Нет, конечно. Но мы и не будем рвать на себе волосы. Мы будем здраво рассуждать и разбираться, что же тогда произошло и почему произошло именно так. Поговорить необходимо обязательно, ибо информация в руках подлецов и провокаторов становится оружием, а честный разговор и факты, как правило, обезоруживают даже самые пораженные либеральностью головного мозга умы. Уже несколько веков сердцем Киева считается Крещатик – центральная улица с площадью. О том, что в годы Великой Отечественной войны он и прилегающие к нему улицы были полностью разрушены, знают немногие, даже нынешние киевляне. Документы же об уничтожении центра Киева до сих пор являются закрытыми, и в свете последних событий в Украине в ближайшем будущем вряд ли появятся на свет. В середине июля 1941 года политическое руководство СССР допустило, что Красная Армия вскоре оставит Киев. Выполняя указания командования, инженерные части 37-й армии и подразделения НКВД начали широкомасштабные работы по минированию столицы Украины. Взрывчатка была заложена под все электростанции, водопровод, объекты железнодорожного транспорта и связи, мосты через Днепр и подступы к ним. Все важные административные здания. Совнарком, ныне улица Грушевского, 12, Верховная Рада, Грушевского, 5, ЦК КБПУ, ныне Десятинная, 2, штаб Киевского особого военного корпуса, Банковская, 11, НКВД, Владимировская, 33. Заминирован был Успенский собор, оперный театр, музей Ленина, ныне Дом Учителя, отдельные большие жилые дома, гостиницы и магазины. К зарядам были установлены секретные радиоуправляемые взрывные устройства, срабатываемые по сигналу радио, поданного с большого расстояния до 400 км, что являлось новейшей секретной разработкой советской минной школы. Особенность такого взрывного устройства была то, что оно могло находиться в спящем режиме до 40 дней, и приводилось в действие в любой момент после получения определенного радиосигнала на частотах вещания гражданского радио. Второй особенностью радиоуправляемых зарядов была их масса. Закладывалось от тонны до 3 и 5 тонн тротила на большую глубину, что не только затрудняло их выявление противникам, но и обеспечивало проведение сильного взрыва, который сметал не то что дом с закладкой, но и разрушал постройки в целом квартале. Одним из специалистов по их разработке и применению был полковник и легенда диверсионной войны Илья Григорьевич Старинов. В своих мемуарах он вспоминает, что неделю был в Киеве, начиная с 1 августа. Правда, о минировании Киева в книге ничего не написано. Зато имеется подробный рассказ о подготовке минеров-диверсантов для партизан. Зато в закладке радиоуправляемых мин в Харькове посвящен целый раздел, из чего следует вывод, что именно этими минами и занимался полковник в Киеве. Это нашло подтверждение и в книге маршала инженерных войск Харченко со странным названием специального назначения, где отмечается, что 50 саперов-минеров особого назначения, которыми командовал полковник Старинов, и работали в Киеве. Им помогали минеры, располагавшиеся здесь, в 18-й дивизии НКВД. Работы по минированию велись в строгой тайне, однако их массовость не способствовала ее сохранению. Так, по воспоминаниям старожилов, в подвалы известного киевского небоскреба, дома Гинсбурга, на улице Институтской, 16-18, сейчас на этом месте гостиница «Украина». Взрывчатку в деревянных ящиках носили инквидисты из своего в здании напротив, ныне Октябрьский дворец. Благодаря бдительности киевлян и немецкой агентуры, Впоследствии многие здания были разминированы немецкими войсками в первые дни оккупации Киева. 17 октября 1941 года из Киева начали отходить части Красной Армии. В тот же день вышли из строя электростанции и водопровод. Настало безвластие. 19 сентября позади отступающих советских войск подорвали металлические фермы, обоих железнодорожных и автогужевых мостов через Днепр, хотя не все красноармейцы успели перейти на левый берег. К обеду этого же дня передовые подразделения немецкой 6-й армии вошли в Киев. Зная о минировании, что как только электрика будет выключена, весь город взорвется, немецкие саперы принялись разминировать те объекты, о которых узнали от собственной агентуры и населения. Так, в частности, были разминированы оперный театр, музей Ленина, госбанк, университет, Владимировский собор, правительственные здания. Вытащив из здания музея Ленина 3,5 тонны взрывчатки вместе с радиуправляемыми устройствами, немцы выставили свою добычу на всенародное обозрение, иронизируя, что, мол, большевики даже собственную святыню заминировали. Судя по отчету начальника полиции города, саперы к этому времени извлекли 670 мин с общественных зданий. Карта минирования армейцами попала в руки немцев с одним из командиров-минеров. В городе действовала диверсионно-разведывательная группа НКВД под руководством капитана внешней разведки Ивана Кудри. Одной из ее задач было выяснять, кто и когда будет заселяться в заминированные объекты и передавать информацию в центр с помощью рации. Одной из ее задач было выяснять, кто и когда будет заселяться в заминированные объекты и передавать информацию в центр помощной рации, установленной на конспиративные квартиры пенсионера Леневича. В июле 1942 года группа была выявлена Гестапо и ликвидирована. Лишь в 1963 году при власти Хрущева КГБ Украины выдало в печати справку о результатах деятельности группы Кудри, которой в заслуге было поставлено Организации поджога кинотеатра и взрывов склада радиоприемников 24-28 сентября 1941 года. О причастности их к серии взрывов и пожаров на Крещатике не упоминалось. В 1965 году в «Правде» был опубликован без всяких комментариев указ о присвоении Кудри по смертному званию Героя Советского Союза. 24 сентября в четвертом часу дня раздался первый взрыв в помещении Детского мира на углу Крещатика и проездной 28, куда население по приказу оккупационных властей сдавало радиоприемники и охотничьи ружья. В этом доме также размещалась немецкая комендатура, жандармерия, и на верхних этажах квартировались офицеры. Взрыв был такой силы, что вылетели стекла не только на Крещатике, но и на параллельных ему улицах Пушкинской и Меринга. Стекла рухнули со всех этажей на головы и немцев, и киевлян, ранив многих. На углу проездной поднялся столб огня и дыма. Толпы людей побежали, кто прочь от взрыва, кто наоборот к месту взрыва поглазеть. В первый момент немцы несколько растерялись, но потом стали строить цепь, окружили горящий дом и хватать всех, кто оказался в этот момент перед домом или во дворе. Всех арестованных втолкнули в расположенный рядом кинотеатр «Консомолец Украины». В этот момент в развалинах того же самого дома грянул второй, такой же силы взрыв. Теперь рухнули стены, и комендатура жандармерии превратилась в гору кирпича. Крещатик засыпала пылью и затянула дымом. Третий взрыв поднял на воздух дом напротив с кафе-кондитерской, забитый противогазами и с немецкими учреждениями. О детонации сработал взрыв устройств в соседних домах, в частности, в гостинице «Спартак» Крещатик-30. Взрывы раздавались через неравные промежутки в самых неожиданных и разных частях Крещатика, и в этой системе ничего нельзя было понять. Они продолжались до 28 сентября, распространяясь на прилегающие улицы. Взлетело на воздух здание цирка, и его искореженный купол перекинуло взрывной волной через улицу. Рядом с цирком горела занятыми немцами гостиница «Континенталь». Перекрытия и перегородки у большинства здания были деревянные, в сараях и подвалах хранились дрова и уголь, а на кухнях – керосин. На верхних этажах и чердаках здания было заготовлено много ящиков с боеприпасами и бутылок с горючей смесью, ибо советское военное командование собиралось драться в Киеве за каждую улицу, для чего весь город был изрыт рвами и застроен баррикадами. Во многих квартирах эвакуированных киевлян, на которых были выписаны ордера подставных владельцев, связанные с НКВД, также были заготовлены взрывчатки и горючие материалы. Теперь, когда к ним подбирался огонь, эти ящики ухали с таким же характерным взрывом, обливая здания потоками огня, это и доконало Крещатик, начался катастрофический пожар главной улицы Киева. Пожар распространялся вверх по прорезной улице и перекинулся на обе стороны Крещатика. Начальники киевляне наблюдали большую зорницу, которая постоянно разрасталась. Поскольку водопроводы были разрушены, потушить прожар было невозможно. Откуда-то немцы достали длинные шланги, протянули их от самого Днепра через Пионерский парк и стали качать воду насосами пожарных машин. Но до Крещатика вода не всегда доходила. Среди зарослей парка кто-то резал шланги, пока не было выставлено охрана. Пожар распространялся, горели уже и параллельные Пушкинская и Меринга, поперечные улицы Прорезная, Институтская, Карла Маркса, Фридриха Энгельса. Немцы прекратили сопротивление, вышли из этого пекла, в котором, кажется, уже не оставалось ничего живого и только наблюдали пожар издали. После прекращения взрывов, чтобы как-то сбитая интенсивность пожаров, саперы начали взрывать близлежащие к очагам пожара домов, мусор, с которых засыпал пожарище и тем самым создавал опоясывающую зону без горючих материалов. Пожар бушевал больше недели, все это время центр города был отцеплен немцами, а когда оно было снято и немцы туда вошли, то улиц собственной не было. Падавшие с двух сторон зданий образовали завалы. Примерно месяц шли работы по прокладке проездов, а раскаленные развалины дымились еще до начала первого снега. В результате взрывов погибло около 700 немцев, сгорело несколько, которое продолжалось до 1953 года. Взрывы и огонь уничтожили нечетную сторону Крещатика от дома номера 5 до Бессарабской площади, четную сторону, от современного Майдана независимости до улицы Хмельницкого. На самой Майдане сгорела вся левая сторона, огнем были уничтожены часть четной стороны улицы Институтской, площади имени Франку, улицы архитектора Городецкого, Станиславского, Заньковецкой, вся нижняя часть улицы Лютеранской, улица Прорезная. После окончания пожаров немцев взрывная фабрика, средняя школа, около 100 магазинов. Всего было разрушено взрывами и сожжено около 200 крупных жилых и административных зданий. Немецкая пропаганда не упустила возможности использовать взрывы и пожары на Крещатике в свою пользу и обвинив в их устройстве евреев и ускорила акция по окончательному решению еврейского вопроса в Киеве. Согласно донесению гестапо, отправленному спустя несколько дней, 29-30 сентября, в Киеве было ликвидировано 33 770 евреев. После этого почти каждый день вывешивались объявления коменданта города, сообщавшись о казнях комиссаров, националистов, цыган и евреев. Судя по ним, 300 казненных в день была минимальная цифра расстрелянной команды. Но мы и так понимаем, что уничтожение евреев и террор гражданского населения был планом рейха, а значит, если бы не взрыв, то был бы использован другой повод. Однако взрывы в Киеве не ограничились Крещатиком. 20 сентября была взорвана смотровая площадка Киево-Печорской, а затем выселили все гражданское население с ее территории, сработала радиоуправляемая мина, но от местного инициатора взрыва. Похоже, именно этот взрыв был пробным применением радиоуправляемых мин. 3 ноября 1941 года в 1430 был взорван один из немногих киевских храмов до монгольского периода 1073 года постройки Успенский собор Киево-Печорской лавы. Собор был взорван через два часа после его посещения Йозефом Тиссо, лидером одной из союзных Гитлеру держав в Словакии. Немецкая пропаганда и многие современные исследователи приписывают этот теракт советским подпольщикам, однако ряд фактов наводят на мысли о том, что имела место инсценировка немцами советской диверсии и та и другая версия обросли кучей легенд и подробностями, однако доказательств ни одной и ни другой стороны не были обнародованы. Исследователи сошлись на следующей версии минировали наши, а подрывали немцы. О закладке взрывчатки есть воспоминания советских минеров и киевлен, а сам взрыв запечатлела немецкая кинохроника и ряд фотографов, что не могло быть случайным. Причиной взрыва могла послужить сложность изъятия заряда и возможность использования взрыва немецкой пропагандой. Решения о взрыве принимались в Берлине, что было зафиксировано на Нюбергском процессе в городах СССР. Споры о целесообразности подобной акции не утихают до сих пор. Достигла ли она своей цели? Оправданы ли были потери живой силы противника, полученными нами материальных убытков? В Киеве сейчас говорят, оно и понятно, там по-другому говорить и не умеют, что СССР целенаправленно разносил в клочья, потому что изначально к украинцам было превзятое отношение. Данная версия вообще не выдерживает никакой критики, учитывая, что после Сталина генсеком стал Хрущев-украинец, которого упрекнуть в превзятости к своим землякам сложно, а если учитывать сколько произошло амнистии и сколько в 50-е годы на свободу вышло бывших полицаев и националистов ООН УПА, то о терроре НКВД и КГБ даже и речи не может быть. Плюс, учитывая, что большинство построек, возведенных в Киеве и впоследствии взорванных были возведены именно при советской власти на деньги и ресурсы советской власти, то о какой-то дискриминации украинцев говорит просто нелепо. Мне прежде всего видится этот мирный террор в том, что никто в руководстве СССР не питал иллюзий насчет намерения Третьего Рейха в отношении Советского Союза и его населения, ведь видение Гитлера и намерения насчет славянских народов было довольно популярно изложено еще в книге Майн Камф, которая была широко доступна для всех и переведена на многие. Это смерть для государства, а вот сбить спесь и нагнать страха можно, показав, что даже в захваченном городе, даже спустя недели, оккупант не может себя чувствовать вольготно, вполне оправданно. Плюс, голоса, кричащие из Киева, не учитывает, что осенью 41-го года практически все ключевые объекты в Москве готовили к подрыву, и в случае входа вермахта в город, он бы получил не только кровавые уличные бои, как в Сталинграде, но и земля буквально бы взрывалась у него под ногами. Только ведя тотальную и всеобъявляющую войну с таким безжалостным зверем, как Третий Рейх, можно было надеяться на выживание государства и окончательную победу. Друзья, ролик создан исключительно на пожертвование подписчиков, так как YouTube подключил всю монетизацию и спонсорские подписки на канал, реквизиты под видео. Спасибо.